Привет, дорогой друг! Сегодня я с тобой поделюсь своим новым поступлением и приобретением в мастерскую. Я давно уже хотел и присматривался, в принципе, это и цепная бензопила. Изначально я хотел и рассматривал электрическую на аккумуляторе, но эта штука стоит безумных денег пока что, поэтому остановился на вот такой простенькой бензопиле. И подогнали мне ребята из магазина Nextool. Это, получается, их непосредственно бренд Вожак. Написано, что разработана и собрана в России, но посмотрим. Начну с самых простых параметров. Вот такая вот коробка. Шина у нас 460 мм, 55 кубиков у нас объем двигателя. Непосредственно указано 26 кВт, весит 7,3 кг в сборе. Самое удобное, что она маленькая, вот в таком просто формате. Собираем, будем пробовать собирать. Непосредственно шина, кожух для защиты. Непосредственно сам агрегат, то есть, ну, пыла, естественно, с двигателем, приводом. Блокировка. Мирный бачок для смешивания непосредственно цепи. Инструмент, который есть в комплекте. И инструкция. Напомню, что фирма Вожак, исполнение BP2600 на 18. Ну, посмотрим. Заявлено 3,5 лошадиных сил. Максимальное число оборотов 11 тысяч. Выглядит наша пила вот таким образом. Глушитель. Цилиндр. Здесь воздушный фильтр. Подсос. Непосредственно наличие бензина. Ну, и глушим кнопочку. Бензин. Заправка бензина. И масло для смазки цепи. В действие, естественно, приводится, как говорил я в детстве, шмыргалкой. Газ у нас не нажмется без безопасной кнопки. Вся сборка занимает, ну, я думаю, что от силы 2 минуты. Соответственно, нам нужно сейчас одеть цепь на шину, поставить шину и одеть сверху фиксатор и закрутить его. Самое важное, нам нужно, естественно, не перепутать положение цепи. Установка производится вообще просто. Вот есть фиксатор для натяжки непосредственно от цепи. Нам главное попасть во все отверстия. Теперь нужно наживить цепь. Также нужно подтянуть болт натяжения цепи. Непосредственно остановка или фиксация цепи производится, ну, как обычно, и во всех пилах. Это у нас сейчас рабочий момент. Это у нас остановлена цепь. В целом, пила не очень тяжелая, довольно компактная. Сейчас нальем масло для смазки цепи. У меня очень много осталось этого масла от электропилы. В целом, разницы нет никакой абсолютно. Главное, чтобы для бензина у нас сейчас было двухтактное масло. Все замешаем и будем заводить. Масло я юзаю уже несколько лет вот такое вот Husqvarna. Оно было в подарок шло с электропилой от Makita. Но, тем не менее, до сих пор не закончилось. А теперь непосредственно смесь бензиновая. Я буду заливать вот такое двухтактное масло. Тоже какое-то оно непонятное, но это просто в ближайшем было в магазине. Я налил непосредственно полулитра бензина. Это у нас 92-й. И сейчас зальем по нужную метку масло. Готово. Закроем, размешаем. Эх, этот запах смеси бензина с маслом прям в детство вгоняет, когда на скутере катался на двухтактном. Тоже постоянно нужно было замешивать. Используем такую стандартную лейку. Я залил где-то половину. Подкачиваю бензин. Закроем. Закроем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот злой агрегат у нас получается. Да, безусловно, ее нужно прикатать. Это вот сейчас я так снимал, чтобы показать, что да, напилит. Обороты... Тут еще надо с оборотами разобраться, потому что, во-первых, на улице сейчас минус 17, и довольно тяжело настроить карбюратор, тупо просто по оборотам. Но в остальном очень мощная штука. Да, в принципе, я боюсь на самом деле бензопилы, потому что с ними гораздо страшнее, чем с электро. Поэтому нужно аккуратно пользоваться такой штукой, ни в коем случае не поскользнуться, либо еще что-то. Вот. Данная вещица мне нужна, в первую очередь, чтобы ездить за заготовками к токарке в лес. Очень много валежника классного, при этом... По закону же я могу использовать только валежник, да. И видел недалеко вот здесь березу заваленную, с большим-большим капом на ней. Это обалденно интересная вещь. Я надеюсь, что она все-таки переживет зиму и осень. Ну, по идее, должно. Так что вот такая вот вещь. В принципе, у меня опыта общения с бензопилами как такового еще не было. Поэтому в целом в моем парке это первая бензопила. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вы же можете посмотреть ее по ссылочке ниже. Вот такая вот штукенция. Теперь меня провоцирует на то, чтобы купить кучу дров и попилить их. Хотя, конечно, для этого есть у меня электропила Макита, но в условиях, допустим, того же, то, что отрубают часто электричество, это будет очень обалденно и полезно. Спасибо большое за просмотр. Непосредственно ссылочка будет внизу, в описании. Спасибо большое и всего хорошего вам!